Привет, у микрофанантик! Мы продолжаем играть в различные стратежки, тактические игры, РПГ и все в таком духе. Сегодня у нас новая игра Лория, это классическая РТС. Несмотря на то, что вышла она уже в 2018, сделана она в духе тех самых стратегий из 90-х годов. В частности, я нашел сходство с Варкрафтом 2, разработчик вроде как этого и не отрицает. В принципе, вот такие игры, как правило, делаются либо очень небольшой командой разработчиков, либо вообще одним человеком, так что многого от них ожидать не стоит. В любом случае, когда я увидел трейлер этой игры, я просто проникся ностальгией и решил все-таки попробовать поиграть. Ну что ж, мы с вами сегодня посмотрим на игру. В ней две расы, это силы порядка и силы хаоса, конечно, которые воюют друг с другом. Тут есть режим схватки, то есть можно карту выбрать и на любой карте поиграть. Окей, мы начнем кампанию с первой миссии за силы порядка. Субтитры создавал. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В общем, первое задание у нас это темницы Лори. Дальт прославленный генерал Великой Войны, чемпион порядка, лужно осужденный и заточенный. Он наполнен яростью, Дальт уже спланировал его план, составил его план по побегу и то, как он отомстит тем, кто его предал. Я тут с ума сойду. Эй, свиноголовая, как насчет вина с моим обедом? Я говорю, у вас тут очень бедное обслуживание. Наше обслуживание недостаточно хорошо для Лорда-Изменника, а? Извини, как мы можем исправить это? Я думаю, хорошая взбучка исправит это. Грандиозная идея. Хм, выглядит немного нечестно. Два больших и сильных мужика против одного. Ну, в общем, я не буду 100% всего переводить, потому что я 100% и не понимаю, но... Что за чертовщина? Общий смысл, короче, я улавливаю. Хм, это было легко. Я мог убить их и раньше. Хорошо, пришло время выбираться из этого места. И наш герой выбирается из своей камеры. Тут для него, конечно же, приготовили снаряжение. И булаву тоже, и доспехи. Итак, вообще игра представляет из себя такую, знаете, лютую смесь из варика второго и варика же третьего. Потому что, например, вот такая вот менюшка инвентаря, она появилась, по-моему, только в третьем уже Варкрафте, а во втором ее не было. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Если что, поправляйте меня в комментах, также помогайте с переводом. И вообще, знаете, вот я подумал, что если играть в такие вот старые стратежки, которые в 90-х еще были сделаны, то не принимаем во внимание графику устаревшую, да? Хотя, например, у варика второго графика и по сей день, мне кажется, довольно-таки симпатичной, но останавливают вот такие мелочи, как недостатки механики. Например, мы играли недавно в игру Дюн Легаси. Это ремейк Дюна 2, если вы помните. Дюна 2 такая была, РТС. Так вот, в Дюне 2 нельзя было выделять несколько юнитов за раз. Вот так вот рамкой нельзя было выделять. А потом в ремейке уже исправили эту проблему и подтянули, как говорится, механику до современного уровня. Так вот, в Варкрафте 2 там, в принципе, нельзя выделять больше 9 юнитов за раз. Вот такая вот мелочь. Я могу их освободить. Я уверен, что они будут счастливы стать моей стражей. Хорошо. Освобождаем мы каких-то тут дурачков, они становятся нашей стражей. И сейчас мы вот этих мечников с героями на единичку назначим, а лучников на двойку. Вообще, можно тут на самом деле побегать, поосматривать местность, то есть какие-то сундучки, шкафчики найти. Ну и думаю, что в камерах, кроме сортира и лежаков, мы ничего тут не обнаружим. Там еще какие-то трупы. Окей, идем дальше. Вообще, эта миссия мне напоминает как раз миссию из Варика 2, опять же. Я вообще сегодня буду много вспоминать про Варик 2. Мы, возможно, даже поиграем в него. Так вот, миссия там была за орков, и надо было ходить по карте и освобождать заключенных. Эти заключенные присоединялись к нашей армии. Тут, в принципе, та же самая тема. Освобождаем заключенных. Наша задача вообще выбраться отсюда, да, и чтобы наш герой выжил, конечно же. Так, я пока, наверное, не буду тратить вот эти вот штучки. Зелье лечения и курочку гриль. Пока оставлю. На будущее. Так, это надо в первую очередь убить лучника там. Да, вот этот широкий размах, он дамажит всех врагов в небольшом радиусе, но требует 50 ярости. Ярость копится, когда герой атакует врага. Это механика, в принципе, распространенная довольно-таки для класса воин. Так, а что тут у нас есть интересное? Тут можно только героям открывать вот эти вот шкафчики, так что надо внимательно осматривать столы. Так, это что у нас такое? Какой-то пирог. Дали Сауза. Так, лобстер. Тебя-себя. Шикуют они. И мана Пойшн. 60% энергии восстанавливает. Ну да. В принципе, рейдж или мана, или энергия. О, с играми мы можем прокачать же нашего героя. Так, давайте-ка мы возьмем тогда ломать кости. Это пассивный шанс нанести дополнительный урон. И у пораженной цели замедляется передвижение. Окей, взяли. И прокачать можно характеристики. Конституция. Это, видимо, ХП, стамена, выносливость. Наверное, сколько он носить может? Хрен его знает. Тут я это, на самом деле, еще не изучил. Ловкость 20. Ловкость, скорее всего, уклонений или что-нибудь такое. Ладно, давайте мы конституцию прокачаем. То есть, ХП-шечку. 800. Так. Стамена 25. Так, ДПС увеличивается, да? С прокачкой ловкости. Интересно, интересно, слушайте. Ладно, пошли дальше. Тут еще можно вот что-то сделать. Озвучка, короче, забавная. Какой-то, короче, баг графики. Ну, вы поняли, что он там делал. Стоял. Так, тут, по-моему, ничего нет. Нет, это, видимо, просто... Просто прикол добавили. Так, все, нападаем вот на этих ребят. Все, и тут у нас опять ничего интересного нет, да? Да, в первой миссии мы только по коридорам будем бегать, выбираться из кемниса, а во второй миссии нам уже, вероятно, будут построить базу. Так что мы должны обязательно до этого момента доиграть. Отлично. Тут вроде опять ничего нет. И мы освобождаем вот этих вот хилеров. Так, это какие-то эльфы, клерики. Так, идем дальше. Наше войско пополняется. Что в шкафчике? В шкафчике у нас ничего. Так, тут тоже ничего. А, вот это сундук. Зелень лечения опять. Так, почему-то у меня хилеры, слушайте, вне боя не хотят лечить. У нас вот раненый солдат есть, но лечить его никто не собирается. Это хреново. О, клерики тоже стрелять умеют, оказывается. Тоже зналко. Думал, они только лечат, но, видите, пока не лечат. Сначала хилок. Вот уже началось лечение, наконец-то. Как бы никого не убили, слушайте. Так, осматриваем столы на столах. Ничего нет интересного. Так, 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 давайте лечите. Никто не должен умереть. Так, подожди, меня кого-то убили? Нет, мы их убили. Еще болезнь-то, блин? Так, и крестьянин лук. Так, слушайте, а сколько мана еще у клериков? Клериков 220 ману, но она уже на исходе. Так, а тут нельзя, взяли применить, да, к другим-то? Так, а к себе. Ну, вот хреново, конечно. Так, они сбежали, что будем делать? Освободим этих брутальных мужиков. Вот и брутальные мужики. Все, отлично. Так, вот это тоже, что ли, уровень поднимаешь? Да, слушайте, солдат тоже, оказывается, прокачивается. Вот это я, на самом деле, не знал. Здорово, о чем? Им выбирать ничего не надо, они сами увеличивали свои параметры. Так, тут опять сортир какой-то и труп. Это, видимо, тоже были заключенные, но какие-то, какие-то дикие. Все, отлично. Эта система хреновая. We should rebel. Значит, который был. Знакомое слово, но не помню. Так, и мы тут приходим к тому, что у нас просто не хватает уже места в инвентаре. 50 хп тут у нас, тут тоже 70 хп. В несколько минут оставим все эти хилки. Просто пойдем дальше. Так, это нельзя поднять. Этот звук, он постоянно звучит, когда я пытаюсь применить скил, но не хватает мне немного ярости, так что не задавайтесь вопросом, что за звук странный. Так, это вроде последняя темница тут. Нет, это не темница, эта комната. Что-то, чувак, непонятно вообще. 100 хп, лобстер. Так, давайте-ка мы знать, что сделаем. Мы вытащим тогда вот эти маленькие хилки. О, можно просто их схабать, да? Так, это тоже. Тогда у нас еще одна курочка гриль, но, в принципе, мы не будем ее убрать в шоу. Так, и больше ничего нет. Там еще что-то в шкафчике. Так, о, одна броня, слушайте. Забавно, забавно. Так, курочку гриль мы убираем. Берем броню. Так, это штаны кожаные. Все, выбираемся отсюда. Финальная битва. Что это? Как ты сбежал, изменник? Где моя стража? Они, короче, стояли на моем пути и пострадали сегодня. Короче, ты убийца. Ты убийца хороших людей. Констант, короче, я никого не потерплю на моем пути. Варда, no clear no way. Освободи мне путь. Ты умрешь сейчас. Короче, ладно, обменялись они любезностями. Пошли в бой. Причем они ждут, пока мы нападем. Так. Так, надо, слушайте, а этого сначала убивать. Я забыл про клирик это. Ай-яй-яй, лечите его, блин. Кто его не хочет лечить? Собаки, а? Чуть не угробили мне солдата. Так, чё, у вас мана нет, что ли? Мана у них до хрена. Автоприменение включено. Какого чёрта? Нет, у меня всё-таки одного убили, да? Обидно, обидно. Ладно, выбираемся. Итак, миссия номер два. После побега из-за темни с Лорией, Дальт вернулся в свои земли, чтобы взять под контроль свою армию. Итак, мы оказываемся вот на такой светлой зелёной карте. Обратите внимание на текстурки, что они вам напоминают. Вообще, огонь, ламповые текстурки. Так, ладно, на наши войска уже тут напали. Сейчас будем разбираться, растаскивать. Дело в том, что я пока своих солдат сейчас лечить не смогу. Мне почему-то не дали тех лечителей, хилеров, которых я освободил там. Так что будем страдать. Герой-то у нас сможет пока что лечиться, да, вот за счёт этих предметов, а войска не могут, так что... Это надо учитывать. Милорд, как... Как вы здесь оказались? Это неважно, капитан. Объясни мне, почему грёбаные гемоны спавнятся на моих землях? Легионы Хаоса подготовили атаку большую... Короче, пришли большие силы Хаоса. Твои неудачи меня не интересуют, капитан. Должи ситуацию. Да, милорд. Мы потеряли почти все посты в этой области. Мы до сих пор удерживаем Доран Лейк базу. Так, короче, капитан предлагает отступить. Дальт говорит, мы не будем отступать. Армия Айрон Лорда, Железного Лорда не сбежит из боя. Мы должны, короче, отстоять наши земли. Все должны это уяснить. Окей, понятно. Итак, чё у меня по войскам там? Капитан, Лорд и два милишника, да? То есть четыре милишника в итоге. Так, их на двойку за героем. Все, пошли исследовать карту. Мы сейчас должны будем найти нашу базу. И я постараюсь опять же всю карту просканировать. То есть ничего не пропустить. Все закулки посетить. Так, нормально. Надо отвести маленького капитана. Любаные демоны, а? Прямо легион, легион. Ну, короче говоря, текстурки прям вообще один в один, как в Варкрафте втором. Забавно. Так, где-то здесь должна быть база уже. Или нет, или я ошибаюсь. Вот оно. Капитан, Милорд, мы обнаружили большой батальон хаоса, приближающийся. Подготовьтесь к защите. Мы должны больше солдат подготовить. Так, мы потеряли тут несколько скаутов. Короче говоря, мы несколько скаутов, несколько отрядов тут потеряли, то есть они не вернулись с задания. Это наши крестьяне. Ну, видите, короче говоря, модельки, зданий прям один в один. Получается такой Варкрафт-третий с графикой второго Варкрафта. Забавно, забавно. Ладно, давайте побольше крестов посылать на рудник. Тут алтарь героев. Назван он просто алтарь, без палева. Так, и в бараке будем тренировать солдат. Все, пошли, пока карту поисследуем. Чуток. Так, от этих ребят. Вообще, на базе на самом деле надо бы оставлять, потому что будут нападать на нас. Вообще, очень хардкорная стратежка на самом деле. Так, а куда я иду? Я еще тут вот не посетил место одно. Не будем. Игра сворачивается, постоянно вылетает курсор за пределы экрана. Это никак не поправить. Так же, разработчик не предусмотрел вылет курсора там. Так, все. Сомневаюсь, что тут какие-то будут секреты или еще что-то, но все-таки я предлагаю все закоулки проверить. Так, вот из деда это никак не выйдет, да? Ну, я еще с нас, ребята, начнут умирать. Вообще, у нас задание сейчас выжить 20 минут и освободить, точнее, найти потерянные отряды. Три штуки. Ну, пока мы их не нашли. Так, пошли, отходим отсюда. Что у нас тут такое? Это у нас колечко. Три стамены и три ловкости дает. Хорошо. Ладно, пошли около базы потусуемся, а то я боюсь ее оставлять. Так, у нас что, крестьяне-то там добывают уже веса, да? Так, давайте еще парочку крестов. Тут у нас есть защитное сооружение в виде башенок таких вот, но мы их пока строить не можем. Вообще, здание у нас есть таунхолл, лесопилка, кузня, домик, бараки и алтарь. Так, давайте-ка мы кузню построим, чтобы потом уже башенки строить. Больше крестов, парочку солдат. Барак второй тоже надо организовать. Короче, минус в этом, в этой механике еще маленькая она не дотянута до современного уровня, то есть можно солдат назначать на быстрые клавиши на 1-2, а вот здание нельзя. То есть, если я барак хочу на троечку, например, сделать, то не получится, но зато можно точку сбора у барака ставить, чего не было в старых стратежках, и можно точку сбора ставить на героя прям. Так, это у нас герои, да? Шлюп. Герой перемещается, и точка точка сбора остается на месте. Ну-ка. Да, вот, теперь нормально. С первого раза что-то не получилось. Так, ладно, кузня строит. Надо побольше еще людей на лес тогда направить. Два человека оставим тут, наверное, пока, да? Так, лучники. Все, пошли. Сгоняем тут кое-куда в правую очередь с картами. Так, ребята, ребята. Так, что там врагов встретил я уже, да? Ай-яй. Опс, расхаваем. Без хиллеров тяжко, в общем. Очень тяжко. Все, идем дальше. Так, через А и мув можно делать, да? Сейчас капитана убьют. Блин, капитана убили. Ну и ладно, без капитана справимся. Так, там уже на базу пришли враги. Ух, там еще катапульты. Пшико их сначала убьем. Да, тут прям огонь, огонь. Билдинг комплит. Давай еще башенку поставим вот сюда. Блин, еще сбегают от нас собаки. Черт, а, не повезло. Так, вы что, ребята, там не дошли, что ли, до места назначения? Вот и сюда шел. Слава богу, милорд, вы спасены. Так, вот мы режойс эти лорисы короче, они будут нам служить. Так, вот тут мы находим две баллисты, которые нам помогут. Так, давай-ка эти баллисты уничтожай. Блин, 15 минут осталось. В общем, жесткая стратежка, учитывая, что я играю на среднем уровне сложности, но почему-то контроль тут маленько неудобно. Фиг знает, непривычно. Маленько непривычно. Так, кресты, пошли сюда. строить башенку будем. Чё, нет ресов? Походу, нет ресов. Мне даже говорят, работа опять. В варике была опять работа. Так, подожди. Надо, короче, строить еще башенку сюда вот. так, лучники. Нормально, справились. Так, что мы имеем? Мы имеем новый уровень у героя. Сейчас мы его маленько прокачаем. Тут у нас стро, что ли, нападений нет. Нормально все. Так, побольше на золото тогда крестов. Нет, еще одного не буду строить. Тут у нас место еще есть, в принципе, в домах. Давайте прокачаем. Короче говоря, можно прокачать Крик, который будет бафить своих союзников, да, на дополнительный урон и на силу на скорость атаки, но мне не хватит ярости на все это дело. Только на шестом уровне. 500 хп. Короче, я буду либо пассивку сейчас качать, либо размах. Давайте размах прокачаем. Штук хватало на все. Так, я хочу еще второй барак на всякий случай поставить. Вдруг мне притока войск не хватит. И побольше башенок. Так, давайте, у нас 5 милишек, 5 милишников. Авторемонт у нас включен. То есть мы можем в принципе тут отрубить дерево потихонечку и они потом на ремонт с вами будут отвлекаться. Так, надо подстраивать, короче, баллисты. Потихонечку. Плюс еще в кузнеце, конечно, надо улучшать своих солдат. Так, луков тоже улучшим. И как только улучшим, пойдем в разведку. Пока надо очень осторожно действовать. Да, к сожалению, нет вот в этой игре патруля. То есть просто город есть, а вот патруля нет. Без патруля тоже не очень. Так, давай-ка мы одного все-таки... Да что такое, не могу выделить их. Вот я щелку, они просто не выделяются. Почему-то. Так, давай башенку строим. еще одну баллисту. Еще одну баллисту. 40 лучников. А, 190 золота лучников стоит, да? Ну, в принципе, у нас сейчас уже нормальное войско на базе. Можно рискнуть и куда-нибудь пойти. Так, еще тогда башенку вот сюда поставь. не пришли. Черт. Все нормально. Ну, на самом деле, очень большой плюс, что у нас войска тоже прокачиваются в этой игре, потому что имеет смысл их тогда как-то сейвить. иначе зачем мы, да? Пошли, в общем, пойду я наверх. Потихоньку будем исследовать этот сектор. Герои-то у нас с полными хп, между прочим. Нет, по-моему, бесполезно сейвить их. Черт, достало. Понимаете, откуда вы пришли-то, а? Валим, валим. Ей, сейчас убьют. Черт, героя убили. Ладно, сваливаем отсюда. Не уследил я за героем, к сожалению. Будем его возрождать. Вообще, в первую очередь, конечно, надо баллистов убивать, но, блин, вечно какая-то сумбурная у меня атака. Не успеваю ее все контролить. Так, окей, баллистов у нас тут. Нормально, в принципе, расставлено. Больше башенок еще никому не мешало, можно даже строить домики. Старинная такая стратегия, чтобы база, то есть башенки, предохранить от уничтожения. Нет, все-таки у меня приток золота не такой большой, чтобы два барака работали постоянно. Так, нафиг нам столько дерева, вот в чем вопрос. Другого рудника я тут не вижу пока что. Вообще бы, конечно, с баллистами идти вместе, да? Было бы неплохо. Так, что-то мы тут пришли, да, ребят? О, круто, они возвращаются на место. 10 минут нам осталось выжить, но мы еще не нашли свои войска. Возможно, слушайте, стоит сначала базу задевать, а потом уже идти разведывать всю карту. Возможно, засчитается квест. Посмотрим. Так, давай-ка мы домик построим. Хотя лимитом населения еще не пахнет даже. Нет, бесполезно, больше крестов, они тут уже простаивают. Причем, блин, три, в принципе, оптимально, да? Три креста. Так, ну что там герой-то, блин, как долго? А, он уже возродился. Подожди, а где он? Так, как исключить? Исключить нельзя. Так, небольшое войско можем с собой взять, в принципе. Так, этих лучников сюда. Все, пошли. Попытка номер два сейчас будет. Хилка у меня же еще одна есть, блин. Надо было хилку пить. Так, ну что, не убили? А, нет, убили. Нормально. Добейте, добейте. Кто что побежал-то, а? Ну, нормально, в принципе. Да, не получается, видите, сайвить войска. Видимо, мало у меня слишком апов, либо, либо не знаю, что. Так, ладно, что мы можем сделать? Можем еще парочку домиков поставить. Дал еще эту башню, да? Так мы все уничтожили. Ладно, возвращаемся пока на базу. Может быть, даже кресты могут вот эти чинить баллисты? Проверить. Семь минут осталось продержаться. О, у нас, слушайте, рудник иссяк. Огонь вообще. Как мы будем жить? Я рудников-то больше не встречал, ведь? Или встречал? Вроде бы нет. Черт. Ладно, будем держаться, пытаться. Если что, крестов тоже можно в бой послать. Пусть сдефают. А, слишком мне лишних домиков много поставил. Так, что значит 38%? А, значит у меня... Не, не понятно. Видимо, 38% это... Да, короче, много крестов построил вместо того, чтобы делать войска. Да, забавно, забавно. Дерево у меня 2000 просто уже. Золото у нас истекает, а они ремонтируют за золото? Ну да. В принципе, оно и логично. Шесть минут осталось продержаться. Героям все-таки на разведку схожу. Какой-нибудь найду. Какие-нибудь отряды за нас спасет. Так, в помощь тебе наверное дадим парочку лучников тогда? Так, тут никого нет. А, так это как раз наши лучники, да? Да, отлично. Так, один отряд я нашел. Хорошо. Так, параметры забыл прокачать, да? Так, ярости может побольше. Ну, в принципе, если он у нас танк, то ему не обязательно надо качать урон, так что уносы у нас на броню влияет. Стамена имеется ввиду, да? Конституция на ХП. Так, давай. Нифига себе, не заряжают сразу. Не по-детски. Все, свалим отсюда. Это кто, голем, блин? Это я набрел, конечно. Да идите уже. Лол, у меня опять игра вылетела. Короче, дорабатывать надо игру. Вылетает у меня курсор за пределы экрана игрового. Ну, сколько могли, столько спасли. Все, хоть герой-то восстанавливается сам. Да, потихонечку лечится. Ну и все, в принципе, я дальше никуда не пойду, потому что у меня золота нет. Буквально не на что будет героя выкупать, если что. Сваливаемся. Игры-пы при повышении уровня они пополняют хп на 100%, что очень круто. Так, тут нельзя, слушайте, группу вот юнитов выделять, когда все выделены. Это не очень удобно. Так, а гигерой-то? Вот он. Так, ну, кресты у нас тоже боевой готовности. Рабочая крестьянская армия у нас готова к обороне, к труду и обороне. Так, ну что, может высунуться чуть-чуть? Буквально на пол шишечки. Три минуты осталось. Наверное, потом волна будет какая-нибудь люто-большая к концу там. Тоже враги. Попытаюсь их заманить тогда. Нет, они остают, видите? Не идут за мной. Ну и фиг с вами. Так, ходов-то больше нет. Обидно, досадно. нам, а что делать? Все нормально. это что такое? А, такое-то какие-то кусты, слушайте. Подкрепы. Здравствуйте. минуты 50. Как-то аккуратненько тут. Тут тоже враги, да? Все, в принципе, дальше я никуда не пройду. Похоже, что. Что-то хранят все. Сваливаем на базу, смотрим, что будет происходить. У меня всего лишь один отряд сейчас не найден. Интересно мне, провал засчитают или как. Слушайте, может взять рабочую крестьянскую армию тогда? Такие ребята оборонятся, если что или. Да, с таким количеством башен, я думаю, можно не бояться. Давайте попробуем. У нас остается минута всего лишь. Это немного, но так как герой так удоделся. Бывай за нами, браток. Это же главное действующее лицо. Ух! 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 Все. Секунда на исходе, мы еще не нашли никого. Нет, не хочу поражения. О нет, победа, слушайте, победа. Несмотря на то, что мы не нашли даже третий отряд. Ну че ж, вот такая стратежка. Спасибо всем за то, что посмотрели, пишите свои комменты, свои впечатления в комментариях. Ну а с вами был Антик, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok